Друзья, здравствуйте! Это выпуск новостей. Вот там, знаете, когда у меня есть вот эти вот все экспресс-новости, где я обсуждаю несколько новостей за малое количество времени, без воды, без всех прочих вещей. Обычно такие видеоролики набирают мало просмотров, но я в целом, типа, такой, а почему бы и нет? Почему бы не обсудить много новостей, чтобы они, типа, набрали сколько-нибудь там нормальное количество просмотров, вроде того? Поэтому ставьте лайк, подписывайтесь на канал, подписывайтесь на канал, ставьте дизлайк. Поехали! Блин! Ковалевский продолжает фаршировать свою М-ку. Я не понимаю, типа, зачем фаршировать, типа, размер одежды? Я не понимаю, типа, М-ка. У меня, наверное, тоже там размер одежды М-ка. Может быть, Л. Я не знаю. То есть, откуда мне знать? Типа, кто вообще из вас знает свой размер одежды? Вот как, в общем, вот вы родились, как вы вообще можете узнать свой размер одежды? Вот я вот вам о том же, типа, зачем он фарширует М-ку? Может быть, он хочет, чтобы она, типа, была Л или вроде того? Не особо понимаю. Но давайте перейдем к следующей новости, и, наверное, она будет уже получше. А, нет, нет, давайте посмотрим фотку, которую тут отправили лайф сам. Вот. Сегодня бэшка слегка преобразится. Скобочка. Замечательно, круто, классно, Евгений Ковалевский. Ну, наверное, молодец. А может быть и нет. Кто ж его знает? Во, вот эта новость, она прям такая крутая. Вот она прям, знаете, была выпущена на 23 февраля, на день вот этой вот Красной Армии, там, вот, Советской Армии, вроде того. Я не считаю этот день, кстати, мужским днём. Если вы так же, то ставьте лайк, подписывайтесь на канал, ну, вы сами понимаете. Ютубер Браток, в скобочках 79К, впервые засветил своё лицо на своём YouTube-канале. Запустил стрим с вебкой. Запустив стрим с вебкой, лайф сам, рума злобин. Ай, пофиг абсолютно. И тут мы, разумеется, давайте посмотрим, типа, раз уж этой новости, раз уж этому событию была посвящена целая новость, наверное, лицо там, типа, отличное, крутое, классное, типа, 79 тысяч. Замечательно. Вот, кстати, вот я смотрю на лицо, и я замечаю, что самп-ютуберы, вот, у них, может быть, лицо засвечено-пересвечено, но сзади они поставят кольцевую лампу, в которой будет там, либо вот такой неоновый свет, либо синий, либо ещё что-то прочее. То есть, кто вас такому учил? Поставьте справа, может быть, вот эту вот всю вашу кольцевую лампу от вашего лица, и сделайте тот же самый свет. Типа, оно ж не освещает, зачем оно там стоит? Типа, чтобы по креслу давать вот такой контурный свет, это же полная фигня, чуваки. Посмотрите там, как расставлять свет, может быть, гайды какие-нибудь, как вообще сделать так, чтобы было неплохо, там. Возможно, у него там комната вся забита, я не знаю, пустого места нет, поставить некуда, и поэтому, типа, вот, нечто подобное происходит. Однако, ладно, вот, давайте посмотрим вообще, что там было, и вообще, типа, ну, что, ну, ладно, топ-донат тут есть у него. Понимаете, когда я показал лицо, наверное, это было в 2019, или, может быть, даже в 2018 году, я, типа, вообще, никто об этом не написал, почему, я не знаю. Типа, просто меня теперь смогут вычислить все, говорят, а сам ютубер приехать ко мне, там, поговорить, так далее, садись в машину, все дела. А они об этом почему-то не написали. Почему они об этом не написали? Вот, лайф-сампли, какие-то прочие вот эти вот издания, я не понимаю, если честно, от слова совсем. Хотя, от слова совсем не понимаю. Не, не важно, ладно, да, давайте перейдём к следующей новости, посмотрим, что вообще есть такое там. На Diamond Roleplay появилась система, которая будет помогать администрации обнаруживать читеров, которые ловят дома. Теперь, после каждой покупки имущества у государства администрации будет приходить показатель времени, за которое была видена капча. И тут у нас есть такой, знаете, скриншот, где игрок Мануэль Делва-со, господи, он когда, вот, я не знаю, допустим, снёс винду, скачал себе клиент GTA-сампа, сделал вот эти вот прочие вещи, начинает вводить вот это вот Мануэль, нижнее подчёркивание, Delalovat-со, или там, или этот i, высокий, типа, как он это всё запоминает, Мануэль? Типа, чё это за никнейм такой? Капча за 1073 миллисекунды. Ладно, хорошо, типа, почему бы и нет? Ладно, типа, в этом же нет никаких проблем, типа, показали и показали. Вот, ладно, я думаю, что на этом уже можно закончить данный экспресс-выпуск новостей. Они всегда получаются, типа, не на большое количество времени, просто чтобы, ну, как вы знаете, хорошего понемножку. А мои вот эти вот экспресс-выпуски новостей, это вот, что ни на есть хорошее в нашем гражданском обществе. Если каждый из вас будет смотреть мои экспресс-выпуски новостей, ещё и если из плейлистов, пересматривая по несколько раз, ставя лайки, говоря, мол, чала, ты замечательный человек, ты вот знаешь, мы тебя смотрим уже 5 лет, и ты делаешь успехи, в самом деле, в монтаже видеороликов, в свои подачи. Она становится более артистичная, но картавишь ты всё равно как конченный дебил. Пожалуйста, сходи к логопеду, нам неприятно тебя слушать. Или вроде того. Однако, ладно, я играл на проекте Arizona Roleplay Phoenix, IP, а также мой никнейм, а также мой промокод, а также все прочие вещи, они находятся в описании данного видеоролика. Заходите туда, там со всем этим ознакомливайтесь, там всё это узнавайте, познавайте и расследуйте все эти дела, как великие детективы. Всем спасибо за просмотр. А, в описании есть ссылка на мой телеграм-канал, разумеется. Подписывайтесь, там как бы 300 человек, вы можете быть 335-м, 333-м, и всеми прочими людьми вы там также можете быть. Не упускайте свой шанс никогда. Тогда заходите и делайте то, что вам нужно и необходимо.